Привет, паяешь? Да. Упор достойный лучших, так сказать. Да, это кто не понял, просто чип памяти сейчас надо будет банально менять, но чтобы это все помещалось и там видите, разъем дисплей порта мешается, получается вот такие вот приколюхи приходится мутить, чтобы плата не деформировалась и была ровна. Кто у нас там? Квадро 8000. Карта стоимостью там 500 тысяч рублей плюс-минус. Сколько у нас там, 48 гигов? Да. 48 гигов видеопамяти и фишка в том, что Nvidia сделала дорогое профессиональное решение за 500 тысяч рублей, у которого с обратной стороны видеопамять вообще никак не охлаждается. Она пришла у нас со сбитыми компонентами плюс артефакты. Сбитые компоненты мы махнули и теперь еще вот сейчас чип памяти вычислили. Причем, что там, Саня, расскажи ты через что там? Через NVMT? Не, не, а который из запустился-то, который этот... Охрен его знает, если честно, что-то помогло. Какие-то, ну, обычные 400-ые моцы, которые там общедоступные, которыми все пользуются, они как-то не особо завелись, но какой-то там где-то я нашел и... МОДС запускаться отказался, но он хотя бы проинициализировал ГПУ и сработал МОДС. Вот, потому что основная проблема была в том, чтобы проинициализировать именно ГПУ. Большинство МОДСов почему-то не хотели распознавать этот ГПУ, ругали, что там отсутствует индекс типа ГПУ, не подходит ID и прочее. Так что какой-то заработал, какой-то за. Как можно заметить, участились случаи отрыва контактов под видеочипом вследствие транспортировки. Казалось бы, уже много, вот реально очень многое снято, больше, наверное, чем про Хуникс. На контент на моем канале, на данную тематику, но все равно люди ни в какую, все равно транспортируют свои видеокарточки. В данном случае, Максим, что у нас здесь вообще? Это 4080, это транспортировка карты в системнике и 25 обурованных площадок. Тут, собственно, стоит только в очередной раз напомнить, дорогие друзья, что современные тенденции таковы, что системы охлаждения у видеокарт, они не просто тяжелые, они охренеть какие тяжелые. С учетом габаритов платы, можно оценить габариты системы охлаждения и, ну, смекнуть, что вся эта фигня держится фактически за счет вся экспресс-слота, который, безусловно, под таким весом начинает деформироваться. И если банально на какую-то кочку вы наезжаете, то карточка у вас, ну, просто страдает по непосредственно богопайке. Это, кстати говоря, в лучшем случае. В худшем случае это уже непосредственно повреждение текстолита. Так что думайте и будьте внимательны. Кажется, мы с вами стали забывать, что такое настоящее хардкорное обслуживание. Один из наших подписчиков прислал очередной аппаратец на ремонт уже в этот раз. После обслуживания появилась проблема, а именно что-то не так с дискретной графикой. Прежде чем вообще, в принципе, что-то там делать, решили разобрать, глянуть, а что же тут такого. Ну, явно аппарат, по всей видимости, какое-то время еще поработал все-таки. Ну, либо, может быть, дефект проявился давно и он какое-то уже количество пыли здесь насосал. Но сам факт, что все-таки стоит обратить внимание на некоторые косяки оплошности, я бы сказал. Ну, во-первых, что не стоит заливать все компоненты таким жирным слоем термопасты. Я даже так скажу, что порой складывается ощущение, что у людей, ну, близких, наверное, к автомобильной тематике они меня поймут. Они просто пытаются все, так скажем, смазать, что только можно смазать. И, главное, погуще, да побольше. Но тут тот же принцип, мне кажется, иногда срабатывает. Это не так немножко работает. Поэтому смысла в таком излишнем количестве термухи здесь нет. Второе. Термопасту нельзя использовать на непосредственно дросселях. Ну, просто нельзя. Она, ну, типа, она высыхает и превращается просто в пыль. И на этом, собственно, все. Именно поэтому используются жидкие прокладки. Здесь, в данном случае, клиент купил лаир, судя по всему. Нанес его. Но по итогу сейчас будем с вами тестить, смотреть то, что я здесь сейчас вижу, по крайней мере, на питальнике видеопамяти. Здесь у нас 6 Ом. Ну, у меня батареечка еще подразряжена, но этого маловато будет. Не исключен вариант, что здесь произошла типовуха. Просто-напросто либо что-то скололи, сбили, и здесь прилетело на питальник видеопамяти. Сейчас прогоним Матсом и заодно выясним, так ли это. Но сам факт, что просто будьте аккуратны, ребята. Во-вторых, здесь вот эти вот кабелечки, да, собственно, наш шлейф Матрица, видно, как сильно перегнут сейчас. Он идет поверх системы охлаждения. Здесь даже, ну, сейчас, наверное, это будет не особо аккуратно, но вот под этой вот всей наклеечкой есть специальная такая ложбиночка, где это все дело идет, и сверху таким вот клейким составом, типа там, ну, ацетат подойдет или еще что-то, заклеивается. Здесь же, ну, просто пустили так, зажали, и хрен бы с ним, опять же, это не есть хорошо. То же самое, в принципе, было и с Wi-Fi антеннами, что они были здесь, ну, я думаю, видно, да, сейчас просто одна из Wi-Fi антеннок перебита. И по итогу получается, что, ну, я не устану это повторять, тривиальная задача, связанная с обслуживанием ноутбука, превращается в головную боль. То есть, вместо того, чтобы изначально подготовиться и хорошо все аккуратно сделать, люди, опять же, делают все по найтию и по итогу попадают просто-напросто на денежку. Ну, сейчас, опять же, посмотрим, что у нас там по питальникам, по сопротивлениям, прогоним, и заодно сможем выдать вердикт, что здесь ГПУ и память под замену, и все это автоматом, так как здесь у нас 3070, ну, это будет стоить в районе, наверное, где-то с ракета или около того, с расходниками, само собой. Ну, вот, и так вот, сэкономив немножечко на обслуживание, можно попасть намножечко на ремонте. Что ж, по итогу у нас достаточно интересная картина, фазы генерят, то есть, я немножко поспешил с тем, чтобы приговорить здесь все и все, но в то же время, сразу ошибки по трем чипам памяти. Это, вкупе с заниженным сопротивлением, это, конечно, наводит на мысли, что просто-напросто клиент просто придавил, то есть, слишком много лаирды намазал, слишком сильно затянул, и это все таким вот перекоса, вы поняли, образом, сдохло. Поэтому сейчас попробуем, конечно, взять, поднять эти три чипа памяти. Во-первых, сейчас посмотрю, придется отмыть плату, поднять эти три чипа памяти, прозвонить даталинии, после этого, так как мы определенные биты с вами знаем, которые вышли из строя, посмотреть, что да как, запаять и прочее. После общения с клиентом он сказал достаточно интересные вещи. Во-первых, что он слышал некий электрический, так скажем, звук в области как раз-таки после обслуживания видока, поэтому он не исключает варианта, что мог что-то замкнуть и что-то могло произойти. Поэтому сейчас мы все это быстренько берем, отмываем, отдраиваем, то есть, снимаем всю термуху, лаир, всю эту фигню, все закидываем в ультразвук, потому что под непосредственными чипами памяти здесь прям куча всякого говна, остатки предыдущих жидких термопрокладок и прочего. Снимаем три чипа в наших битах и прозваниваем дата линии. Если вдруг аномалии не будет, то просто меняем три чипа, собираем и обслуживаем и профит. Если нет, то, скорее всего, будут пробиты дата линии и меняем вдобавок еще и видеочип. С этим как раз-таки вариантом замены видеочипа у нас это все приблизится где-то к 40 тысячам рублей, что клиент тоже сказал, давайте будем делать. Ну, сказано, сделано. Увы, но нет, структура ошибок не поменялась, все то же самое. Что ж, будем тогда поднимать и смотреть. Очередные сборчики на нашем канале. Здесь достаточно такая нетипичная, я бы сказал, сборка, которую обычно Артем собирает. Артем, что здесь у нас вообще? В чем главная соль данного компьютера? Ну, главная соль это комп для девушки-стримерши, которая стримит Warface. Вот, нас попросили только собрать. То есть это сборка вообще другого человека, скажем так, который это все подбирал. Здесь внутри Ryzen 5 7500F, 4060Ti, 32 гига оперативки. Ох, красота. 4060Ti на секундочку уже, как говорится, я их еще даже в руках не держал. Ну, что, 8 гигов на маленькой шине, как бы норм. AK500 Deepcool, блок питания Montage на 750 Вт, не модульный, то есть там все одной косой. 32 гига оперативки T-Force Create на частоте 6000. На самом деле, оперативка дешевая из тех, что есть на рынке, но вроде как отлично гонится, если кому интересно, и при этом очень привлекательная по цене. Две SSD-шки, одна VD-шка SN750 на 500 и Kingston NV2 на 3-байт. У нас не только свои сборки, но и сборки клиентов. Такое периодически сейчас начинают притаскивать, когда человек уже затарил железо, и ему надо все это просто запихнуть в корпус, протестить, прогнать, там кабель менеджмент, вот это вот все, и как бы забрать. После чудотворной ультразвуковой ванной у нас есть первые изменения. И скажу, что я даже на всякий случай, так как у меня батареечка там садилась на мультиметр, взял другой, замерил, там также было в районе 7 Омма. После чудотворной мойки можем наблюдать, что у нас выросло сопротивление, поэтому сейчас мы еще разочек прогоняем мац и смотрим. От себя добавлю, что очень много говна оттуда пришлось вымывать компрессором, то есть там прям перло и перло, как говорится. Все равно куски там кое-какие сейчас остались, поэтому, если честно, двоякое мнение. С одной стороны, я бы, наверное, взял тогда всю память, поднял, отриборил, посадил обратно, потому что под ней все равно скапливаются остатки предыдущей жидкой термпрокладки, остатки лаирда, бог весть чего еще, возможно, и какой-нибудь стружки и прочей херни, потому что, ну, очень много всевозможного металлического здесь, так скажем, металлической стружки было, видимо, от закручивания винтов откручивания, ну, такое бывает, и тут как раз-таки это может легко попасть. Поэтому сейчас, ну, собственно, видно, что материночка вся стала просто как новая с завода. Сейчас, ну, здесь вот единственное, что я немножечко плохо лаирд вымыл, но не суть важна, она все равно будет повторно мыться. Все это закидываем, смотрим на мац и глянем, как раз-таки ушли ошибки или нет, может быть, даже такое произошло. Что ж, увы, но нет, структура ошибок не поменялась, все то же самое. Что ж, будем тогда поднимать, смотреть. После снятия здесь достаточно животрепещущая картина получается у нас, дорогие друзья. Ну, во-первых, такое чувство, что здесь было залитие. Если вот мы посмотрим под одним из чипов, да, здесь прям вот черный такой налет, очень странный. Это очень похоже на то, что влага попала просто-напросто под память. Ну, либо как-то что-то там коротило, я не знаю, и вот такая картина. Опять же, это по описанию самого клиента, что были слышны какие-то звуки, так сказать. Здесь мы видим, опять же, тоже такие же, кстати говоря, немножко потемневшие участки. Вот здесь, допустим, такого нет. Ну, по крайней мере, я не вижу. И вот этот вот тоже видно, да, здесь тоже такая черная какая-то непонятная фигня. То есть, как раз-таки под этим, этим и вот этим чипом у нас ошибки. Ну, насколько я помню, по-моему, да. Здесь же, ну, тоже особо ничего такого нет. А, нет, вот здесь вот, кстати, есть, но поэтому ошибок не было. Заметьте, что эту плату я порядка где-то 40 минут драйвил в ультразвуке под компрессором. И в итоге количество говна такое, что все равно, ну, собственно, это живая память, ну, точно, по которой не было ошибок. Ну, вот, все равно куча и куча всевозможного осадка. А это вот три, кстати говоря, которые я снял отдельно, по которым были ошибки. То есть, ну, как бы состояние, налет и прочее здесь, конечно, присутствует. Серк патаков, кстати, не видно особо. Ну, по крайней мере, я не изучаю. Но здесь есть какие-то, но по мелочи. Ладно, сейчас это все мы дело зачистим, залудим, прозвоним. Если прозвонка будет удачная, то на всякий случай я третий чипа заменю. Ну, как бы от греха подальше, потому что не хочется делать лишнюю работу. Кто-то сейчас скажет, что на Вите надо их перепроверить тоже. Но здесь, как бы, совокупность факторов. То есть, чипы памяти эти не особо сильно дорогие, они и так, и так не повлияют на цену ремонта. То есть, они уже согласованы с клиентом. Второе, что я их поставлю, если вдруг ошибки по ним сохранятся, или же на будущее, когда, допустим, ошибок даже не будет, я дам клиенту, и у него снова будет там через неделю, через две, 43-я ошибка на видюхе, и ошибки будут по какому-то из этих одних чипов памяти. То есть, мне придется платить за доставку обратно, соответственно, к нам. Все это дело разбирать, снова переобслуживать, снова все, ну, перепаивать чипы памяти и так далее. То есть, стоит ли, типа, попытка сэкономить на трех чипах памяти того, чтобы попасть на несоизмеримо большие деньги. Ну, по крайней мере, это логика, которой я придерживаюсь. Я считаю, нет, поэтому имеет смысл сейчас все это дело как раз-таки сделать по тому намеченному плану, о котором я рассказал. То есть, сейчас все это лудим, чистим, замеряем. Если ГПУ здесь живой, по прозвонке, сажаем и проверяем уже на результат. Любопытное наблюдение по чипам от 4090. Тут сейчас сидел как раз-таки, собирал из двух карт одну, ну, и, собственно, собрал одну такую 4090. Я не знаю, сейчас передаст ли цвет, но вот этот чип, он был снят с донора, отриболен и посажен. То есть, фактически, он на себе испытывал трижды тепловой, так скажем, нагрев. Вот это новый чипак абсолютно, видно, что цвет подложки непосредственно, да, вот этой вот области голубоватенькой, здесь гораздо светлее. И компаунд около самого кристалла чуть-чуть стал темнее. Суть в чем, что, по крайней мере, видеочипы предыдущего поколения, то есть 30-го, который делал Samsung, а эти сейчас TSMC делает, они вообще после там, наверное, даже четырех реболов без каких-то проблем не темнели даже на полтона, наверное. Здесь же такой картины не проявляется. Здесь банально один ребол, и все, и у вас чип уже темнеет. Это, на самом деле, больше похоже на тысячную линейку. Там как раз-таки тоже такая фигня была. То ли у Samsung сами краски эти, и компаунд лучше, то ли хрен его знает. Но это в пользу того, как я однажды заикнулся, что, мол, Samsung выпускает лучшие видеочипы по качеству, в принципе, даже исполнения, чем TSMC. Мне сказали, что не может быть никаких отличий, и пошел ты нафиг. А это вот одно из отличий. Вы можете сказать, конечно, Витя, да ты нам все придумываешь, просто ты угрел чип. Но я старался сейчас максимально быстро, аккуратно, и наоборот, поставить эксперимент. Потому что это сейчас уже не первые 40-90, которые, так или иначе, приходится менять видак. Вот, и даже у новых видеочипов после посадки сама подложка темнеет вместе с компаундом существенно. Несравнимо, так скажем, с тем, что было, опять же, в 30-й серии. Что же, дорогие друзья, картина, конечно, вырисовывается не очень красивая. По C1 у нас ошибки остаются. При этом я уже один раз даже подкинул чип памяти, то есть суммарно три, как бы мы, да, на трех чипах памяти уже аптестили, и ошибки ушли по всем каналам, кроме C1, по конкретно 40-го по 47-й бит. Снимаем, замеряем еще раз. Может быть, я проглядел, хотя обмерял все, и проблем я там не увидел. Но бывает и такое. Вот, может быть, конечно, здесь уплыл резистор на 121 Ом. Такое бывало тоже не раз. Что же, дорогие друзья, в очередной раз я все это дело поднял, снял. Мы с вами знаем распиновку чипа. Нас интересует сейчас вот этот байт и непосредственно вот эти дифф линии зеленым, которые обозначены. И давайте заодно сейчас посмотрим. Берем, соответственно, идем с этого сразу, сэкономлю время. Падение нормальное. Ну, собственно, сейчас вы и так это будете слышать. Вот, хоп, падение нормальное. Падение нормальное. А вот на этом падение ни хрена не нормальное. То есть результат у нас на одной из дифф линий как раз-таки в этом байте непосредственно и косяк. А это идет у нас напрямую в видеочип. Соответственно, делаем вывод, что, к сожалению, и видеочипу каким-то образом достался. Если честно, я не совсем понимаю, кроме как варианта, что попала грязь действительно с перемешку с какой-то стружкой или типа того под чип и каким-то образом коротнуло. И клиент заодно говорит, что слышал какие-то странные щелчки электрического, так сказать, типа. Ну, это, конечно, все сходится. Но как такое получилось, что у нас ошибки были по конкретным чипам? Плюс, получается, пробитый канал в GPU? Не знаю. Ну, по итогу, что, теперь сейчас еще меняем видеочип. Что же, друзья, самое время воспользоваться нашей бордой. Что ж, вот наш пятачок, то есть если смотреть на плату так, да, то есть вот наш чип памяти, вот наш пятак, который имел заниженное, так скажем, сопротивление. Ну и падение напряжения тоже было неадекватное. Сразу хочу сказать, что за камерой я глянул там, ну, порядка 6 Ом, в общем-то, получалось. Опять же, для... если вдруг интересно кому. Далее, вот наш ключ нашего видеочипа, то есть вот он у нас, да, ключик. Дальше идем. Как считать? Здесь у нас раз пара, два пара, три. И на четвертой паре, если от конца здесь смотреть, получается шестой пятак. То есть, ну, мы ищем по этой координате, по этой, грубо говоря. Далее. Зная то, что у нас по краям GPU, в принципе, ну, практически всех нвидских GPU, такая фигня, мы его переворачиваем зеркально, соответственно, то есть вот ключик у нас здесь, да, то есть он стоит вот так, а теперь мы переворачиваем вот так. Так, черный щуп, тем временем, мы кидаем на землю. Это вот эти вот угловые здесь контакты для простоты. Дальше, не знаю, будет ли вам что-то видно или нет. Раз, пара, два, пара, три, четвертая. И спускаемся вниз. А теперь здесь от низа раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, и видим, 0,4 у нас нормальное падение. При этом, если кому-то будет интересно, вдобавок, сопротивление, ну, разумеется, тоже в норме. То есть, вот он у нас, да, 2,3 кВ. Короче, все наталкивает на то, что у нас здесь чудотворное, так скажем, исцеление видеочипа. Точнее, как мне кажется, действительно очень много грязи попало. Возможно, действительно металлическая стружка или еще что-то уже такое было. Поэтому имеет смысл попытать счастье и сейчас еще раз все это дело запаять. Бывали случаи, когда даже при таких замерах, ну, видимо, в момент посадки там все равно замыкаются определенные контакты и так далее. И может быть все равно заниженное сопротивление, уже даже такое было. Вот, так же, как по 1.8 бывает, что снимаешь, замеряешь, а типа нифига, после посадки такая же хрень. Вот, поэтому сейчас я его отреболю, еще раз посажу на плату. Сразу прозвоню, не буду сажать чип памяти. Прозвоню, если будет нормально под этим линиям, запаиваю сюда чип памяти и проверяю. То есть, если все окей, то, собственно, клиент отделался легким испугом и видеочип ему менять не придется. Ну, это, кстати, вот хороший вопрос. Стоит ли менять их вообще? Просто их просто надо убрать и выбросить, и все, на этом как бы. Ну, вряд ли они там хоть градус скидывают, но нет, ну, не-не-не, раз есть, давай будем ставить. Ну, надо, надо, придется, надо. У меня столько прокладок идет, просто не надо. Ну, я понимаю, да, причем эти родные прокладки там все ссутся постоянно. В очередной раз вот у нас здесь пачками сейчас принесли на обслуживание, сейчас теперь резко все подорвались, сидят, обслуживают карту. Ну, кроме Артема, он сидит сейчас. Я сейчас тоже вон мои на очереди. Сколько там, а, 15, вы по 5 на каждого, что ли, раз, определили? Да. Да. Вот, кстати, вопрос действительно открытый. Как вы считаете, это уже не первый раз, когда приносят карточки, особенно вот с такой реализацией, когда к пластиковому бэкплейту через супер сопливые текущие прокладки, типа, есть контакт к этому самому бэкплейту, типа, видимо, для скидывания пары градусов. Но это, на самом деле, потом эксперимент провести, насколько это вообще эффективно. Потому что, кроме силикона под платы, они больше особо там ничего не добавляют. На долю Димы выпал достаточно интересный ремонт с достаточно таким неприятным прогаром. Дима, расскажи нам. А я даже покажу, что за прогар был. Вот изначально была вот такая лютая дичь. Это по питанию Type-C прогорела шинка. Вот. Вот получилось из нее, пока выпиливал прогар, вот довольно получился обширный и получился сквозной. Клиентам приняли решение, что будем плату восстанавливать, так как донорских продаж нету, никаких вообще даже вариантов нету. Поэтому вариант 1 – это восстановление платы. Соответственно, приняли решение вырезать кусочек текстолита с похожего участка, а нет, это другая плата, здесь я шинку снял. Ну, в общем, вырезали сюда, приклеили на спецклей и перемычками накидали сюда контактики. Вот, и вуаля, все работает. Хотя я думал, что она будет греться прям адски. Ну и вот картиночка. Ну да, действительно не греется. По-моему, ремонт удачный. Сейчас все это аккуратненько проложим, заизолируем, чтобы... Сколько ты, кстати, клиента-то озвучил за ремонт? Это 8 тысяч рублей. Ты проволоку использовал, которая в лаке, да? Да, она лакированная, вот эта. То есть она вообще никак не звонится, потому что заизолирована лаком. Вот, и все. Вот как-то так. Все будет нормально. Что ж, хорошо то, что хорошо заканчивается, как говорится. Ну, наша 3070 ожила, частоты и температуры видны. При этом, кстати, кульки очень тихо работают, как ни странно, на этих аппаратах обычно они прям завывают. Что могу сказать? Ну, случаи действительно интересные. Такое не каждый день встречается, поэтому, мне кажется, это можно, ну, так скажем, как галочку, да, себе пометить, что даже такие случаи бывают. То есть давайте посчитаем. Изначально пришел ноут, где все было залито термопастой, жидкими термопрокладками, остатками с прошлых термопрокладок. Мы это все взяли, сделали замеры. У нас было в районе 6-7 Ом по питанию памяти, что намекало на то, что, возможно, питальник прилетел. Все это дело прогнали, были ошибки по трем чипам памяти. Далее все это дело отмыли в ультразвуке. Сняли три чипа памяти. Ну, я сразу все снял, но и три отдельно в сторонку пометил, какие именно. Прозвонил дата линии, все было в порядке. Запаяли память, отреболили родную, получается, сколько у нас там, 5 чипов, и три, соответственно, новых. Все это дело поставили, посмотрели, хоп, ошибки по одному из чипов. Подняли один чип, прозвонили, хоп, появилась откуда-то короткая, ну, не короткая, а 6, там, 5,5 Ом на определенной дифлине. После этого подняли это, ну, точнее, как подняли, прозвонили, обнаружили 5 Ом, начали думать, сняли видеочип, отреболили, посадили, и только после этого все у нас заколосилось и все завелось. Ну, как бы, казалось бы, всего, в сухом остатке, да, всего лишь ребол ГПУ и ребол памяти плюс замену трех чипов. Ну, считай, что ребол памяти просто, да, можно. Но количество итераций этих действий, ну, как бы, оно не единично. То есть, приходилось специально что-то снимать, запаять, снимать, запаять, снимать, запаять, проверять. Плюс обслуга, плюс то. Ну, и по итогу, опять же, температура, кстати говоря. Тут, единственное, что мышка не подходит, тачпад не подхватился. У нас, получается, ход спот, ну, 81. Это при условии того, что у нас, ну, короче, 90-ваттная здесь стоит 3070, и она, соответственно, ну, не такая прям горячая. В принципе, и по показателям она процентов на 10, наверное, послабее, чем какая-нибудь там 130-ваттная версия и так далее. То есть, в принципе, для данного корпуса и системы охлаждения это более чем адекватный вариант. Так вот, вернемся к нашим баранам. Что, по сути, изначальная причина, скорее всего, в том, что действительно какая-то, может быть, металлическая крошка, может быть, какой-то, не знаю, мелкодисперсная пыль, которая имеет какую-то резистивность, попала между контактами питания и надефлению, в том числе, и так далее. И замкнула. В принципе, история очень похожа на ту, которая у нас уже была как-то в ролике с, ну, мутантом 3070, да, который у Сани был, который мы выкупили на запчасти, а потом спустя время подняли ГПУ, увидели там обширное залитие, которое тоже давало, в свою очередь, небольшое какое-то резистивное сопротивление, которое, в свою очередь, влияло непосредственно на работу карты и на то, что мы ее приговорили изначально. Тот же, как бы, посыл и здесь, что, ну, здесь, как бы, все более примитивно, да, сразу было понятно, что уже здесь лазили, надо перепроверить, а может быть ГПУ, а может не ГПУ, но сам факт, что, по сути, вот, попытка, наверное, самообслуживания привела к таким печальным последствиям, что тут, безусловно, мне такие варианты, наоборот, даже интереснее, да, выгоднее, но, как мне кажется, проще было изначально просто ее отдать на обслуживание, ну, машину эту отмыть в ультразвуке, обслужить и, собственно, все, и пользоваться. А тут, кстати, пришлось полностью всю видеоподсистему, по сути, переконапачивать. Это еще не считая того факта, что здесь типовуха, связанная с питальником видеопамяти, которая тоже периодически отхлебывает. Пишите в своих комментариях, были ли у вас такие случаи, мне даже интересно будет почитать, потому что, ну, такое у меня было буквально реально на пальцах, можно одной руки пересчитать случаев и данные как раз-таки на вариант не исключения, подтверждение даже правила. На этом все, до скорых встреч и пока!